Открывая новое производство, Татарстан открывает двери на всю Россию. Это первый в Повожье стерилизационный центр одноразовых медицинских изделий. Прописку комплекс получил в селе Кирбилла Ишевского района. Мы должны несколько освободить столицу от промышленного производства и размещать наши предприятия в округе. Географические положения этой территории очень удобные, автомобильный транспорт, аэропорт рядом. Раньше продукцию Казанского медикоинструментального завода приходилось увозить за пределы региона. Многие производители, производя медицинские изделия, должны проходить конечную стадию стерилизации. После чего все эти изделия мы можем уже поставлять в медицинские учреждения. Сам процесс стерилизации практически отсутствовал и в Приволжском округе, и в таких центрах и в России очень немного. Вот эта партия медицинских изделий уже готова стерилизации. Ее отправят вот в этот автоклав. Процесс занимает до 11 часов. Стерилизоваться изделие будет прямо в коробках. Обрабатывают продукцию в герметичной камере с помощью газовых стерилизаторов, работающих на окисе этилена. Используется смесь двух газов, этилена оксида и углекислого газа, причем этилена оксид. Вниз малой пропорции используется, что делает этот процесс безопасным. После окончания стерилизации удаляется газ и сжигается. То есть в атмосферу не выбрасывается вредных веществ. Стоимость стерилизационного центра 150 миллионов рублей. Его открыли в рамках федеральной программы импортозамещения. Сейчас 86% стерильных медизделий завозят из-за границы. С открытием нового комплекса в районе создадут 50 новых рабочих мест. Рефат Ахматгалеев уже совмещает учебу с работой. У меня профессия подходит в медицинское оборудование, связанное с этим. Учусь во втором курсе и как раз живу в этой деревне. И мне удобно здесь работать. Параллельно с строительством производств, запланировано строительство жилья отдельного коттеджного поселка, так называемого поселка Кмис, где будет 44 дома. Завод уже готов поставлять в больницы Татарстана изделия на 100 миллионов рублей. Это не только позволит оставить деньги в регионе, но и сэкономить их. Вскоре на этих площадях откроют и производство иголок для шприцев. Это снизит импортозависимость на 60%. Анна Городнова, Лешат Мухаммедов, ТНВ, Лаишевский район. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова